В экономике нет понятия «честный», и там есть понятие «справедливая цена», но это совсем здесь ни при чём. Во-первых, бюджет, конечно, несбалансированный, потому что несбалансированным не может быть бюджет, который дефицит 3% ВВП. Другое дело, что 3% ВВП – это достаточно нормальная мировая практика, которая ведёт к умеренной инфляции, и, по крайней мере, мы, конечно, при таком бюджете не будем возвращаться в инфляцию. А можно сразу справку? Бюджет 2016 года был спрогнозирован 3,8% ВВП. Вместе с публичными финансами где-то 4-4,5%. А вы верите в то, что доходная часть реальна? Там есть 3-4 статьи, которые просто нереальны за наканами. Смотрите, я просто вас, я, в общем, всё это знаю, да, я вот смогу, думаю, сказать самостоятельно. Смотрите, по доходной части бюджет является, скажем, очень напряжённо реалистичным. По каким статьям? Во-первых, приблизительно на 5 млрд грн там завышена рента, в этом году рента недовыполняется, это ключевая проблема сейчас госбюджета, и там есть оптимизм. Второе. Доходы национального банка. Сам национальный банк их прогнозирует почти 31 млрд. Вы, Кабмин, извините, заложил в начале 41, и дальше я скажу во втором аспекте, вы повысили их уже, предложив до 45 перечисления, я не очень понимаю, на каком основании. Ну и третье, там есть нюанс, спецконфискация и приватизация должны закладываться либо в финансирование дефицита, либо хотя бы в какой-то дикий спецфонд, но это ни в коем случае не есть гарантированные вещи, потому что... Насколько гарантирован на полной бюджета спецконфискации, не перескакиваем, говорим немного позже. Теперь очень важный момент, который я бы хотел сказать, это касается не зарплат депутатов. Вот вы почему-то с вами уперлись в зарплаты депутатов, не поверите, это там, по-моему, сумма в 100 млн... 113 млн где-то так, порядок этот, 900 это в целом на Верховную Раду. Так вот, это при сводном бюджете 900 млрд не так много и можно перейти. Начали с нефёдова, окей, вопрос стоит о цене, раз, государственной службы, и второе, окей, пусть заработная оплата будет каким-то образом конкурентна с коммерческим сектом, чтобы приходили люди, но квартиры, машины, другие льготы, это мы все полностью снимаем, потому что, извините, когда сотрудницы администрации президента получают квартиру за какие-то заслуги, когда многие из вас получают, каждые 5 лет приватизируют государственные квартиры... Если в общественном транспорте, а на автомобиле... То есть зарплата, даже в 36-40 тысяч, чтобы наши граждане понимали, ее государство может себе позволить для 400 народных депутатов, но при условии снятия всех любых других льгот. Это очень важный момент.